Всем кинолюбителям привет! И мы наконец завершаем подводить кино итоги 2021-го. Сегодня у нас на обзоре лучшие драмы за прошлый год. Подписывайтесь, ставьте лайки. Погнали! Хорошо снятый фильм для оценителей серьезного кинематографа. Новости со всех концов света. Ветеран Джефферсон Китт зарабатывает на жизнь тем, что путешествует по разным городам и делится новостями с местными жителями. Однажды он встречает 10-летнюю девочку Джоанну, которую похитили и воспитали в племени Кайова. Китт соглашается доставить ребенка к дому ее дяди и тети, единственных живых родственников. Пересекая суровую местность, пара столкнется с природными катаклизмами и человеческой жестокостью. Она останется со мной! Чудесная биографическая лента, основанная на жизни неординарного английского художника 19-го века. Кошачьи миры Луиса Уэйна. Своенравный и отчужденный иллюстратор Луис Уэйн, живущий в Лондоне, после смерти отца вынужден содержать пятерых сестер. Однако груз ответственности отходит на второй план, когда мужчина влюбляется и женится на их новой гувернантке. Правда, счастье длилось недолго. После трагедии Луис впадает в депрессию, находя утешение лишь в рисовании кошек, которые все сильнее заменяют ему реальность. Основанная на реальных событиях, очень легкая, приятная и вдохновляющая лента, невероятная история острова Рос. По ее сюжету в 67-м году инженер-идеалист Джорджио Роза, находясь в международных водах недалеко от побережья Италии, сооружает там искусственный остров и объявляет его независимым государством. Туда, разумеется, сразу же ринулись толпы туристов. Вот только самостоятельность Джорджио приводит к серьезному конфликту с итальянскими властями, в результате чего амбициозный проект инженера оказывается под угрозой. Один парнишка вместе с друзьями построил остров и объявил его независимым. Я что-то не понял, повтори. Добро пожаловать на наш остров Рос! Исторические фильмы не так часто встречаются в современном кинематографе. Их дорого снимать, как и фантастику. Однако, в отличие от последнего, исторический жанр не столь популярен. Все же, встречайте, последняя дуэль. Сюжет посвящен последней законной дуэли, произошедшей во Франции в XIV веке. Маргарит рассказывает вернувшемуся с войны мужу, рыцарю Декаружу, что ее изнасиловал их сосед Жан Легри, и ей никто не поверил. По решению короля, конфликт между героями решит дуэль. Но если Декаруж проиграет, его жену сожгут на костре за клевету. Ради тебя я рискую жизнью. Ты рискуешь моей жизнью. В угоду своей гордыне. В наказание за лжесвидетельство вас сожгут на костре. Заживо. Я не буду молчать. Основанная на реальных событиях лента «Суд над Чикагской Семеркой» расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публике в 1969 году. Годом ранее участники несанкционированного антивьетнамского карнавала прервали съезд демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией. Демонстранты швырялись в полисменов камнями и получили в ответ слезоточивым газом. Семь участников беспорядков предстают перед судом по обвинению в заговоре против американского правительства. Без лишних слов. Просто хорошая драма о переоценке человеком своих ценностей в течение жизни. Бестселлер. Люси Стэнбридж получила издательский дом в наследство от отца, но достойно продолжить дело не смогла. Продажи книг хуже некуда. Отчаявшись, она прибегает к помощи романиста Харриса Шоу, который задолжал издательству одну книгу. Заполучив ее, девушка отправляется в промо-тур с упрямым стариком, который мало того, что сквернословит и постоянно выпивает, так еще и отказывается рекламировать собственную книгу. Харрис – это критик из Тайнс. Ненавижу говнокритиков. Вы все черня! Никогда не бойся ставить перед собой великие цели. Например, сейчас я покурю и отолью одновременно. Он просто кладезь вселенской мудрости. Основанная на реальных событиях биографическая спортивная драма, судя по всему, один из номинантов на премию «Оскар» – король Ричард. Сюжет поведает вдохновляющую историю Ричарда Уильямса, целеустремленного отца, которому удалось воспитать одних из самых одаренных спортсменок в истории тенниса. Имея четкое видение будущего своих дочерей и используя нетрадиционные методы, Ричард разработал план, который в итоге вывел Винус и Сирену Уильямс с неприметных улиц родного города на мировой теннисный педестал. Абсолютно потрясающая, трогательная и душевная кинолента «Залог» поведает о коллекторе по имени Тусок. Он грозный снаружи, но добрый внутри, однако работа есть работа. И он пытается взыскать долг с нелегальной эмигрантки, забрав в качестве залога ее семилетнюю дочь Сыни. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией дает коллектору номер дяди, который выплатит ее долг и заберет девочку. А пока Сыни живет в квартире Тусока и его напарника, а те все больше привязываются к ребенку. Отличная драматическая лента «Номинант шести» обладателей двух премий «Оскар». А отец повествует о пожилом лондонском аристократе Энтони, который уже не может самостоятельно о себе позаботиться, чем обременяет свою дочь Эн. После того, как женщина встречает любимого мужчину и хочет перебраться к нему в Париж, она приступает к поискам подходящей сиделки. Восьмидесятилетнему старику, теряющемуся во времени, окружении и даже собственных воспоминаниях, приходится очень тяжело, ведь он не понимает, что происходит вокруг него. Кто ты на самом деле? А я... Папа. Кто я на срамом деле? Основанная на реальных событиях лента о некогда громком разоблачении экологического преступления в Японии 70-х годов. Великий. В центре сюжета военный фотограф Юджин Смит, который на закате карьеры по заданию журнала Life отправляется в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается настоящая экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографий и пройдет трудный путь преодоления и познания себя. Индейцы верили, что фотография забирает у человека часть души. Но она забирает и часть души фотографа. Все, что мы можем сделать, сукин сын, это не закрывать глаза на правду и бороться до последнего. Весьма крепкая, неспешная, детективная, криминальная драма «Тихий омут» от оскароносного режиссера Тома Маккарти. В общем, в центре сюжета обычный работяга из Оклахомы, который отправляется в Марсель, чтобы помочь своей осужденной дочери, находящейся в местной тюрьме, за убийство, которое, как она утверждает, не совершала. Столкнувшись с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой, мужчина ставит на кон свою личную жизнь, надеясь во что бы то ни стало раскрыть правду. Что ты сделал? Ты не отсюда. Одной из самых заметных картин европейского кинематографа за последнее время стала комедийная драма «Еще по одной». В центре сюжета окажется учитель истории Мартин, который ведет абсолютно серую жизнь. Однажды вместе с друзьями он отправляется в бар и там приятели решают проверить научную теорию о том, что с самого рождения человеку не хватает 0,5 промилле в крови, чтобы стать по-настоящему счастливым. Мартин соглашается принять участие в эксперименте и сразу замечает положительные изменения в своей жизни. Я уже лет 100 так хорошо себя не чувствовал. Думаю, пришло время увеличить дозировку. Хоть немного. За яркую жизнь! Душевная и добрая драма о жизненных ценностях Палмер расскажет, как получив условно-досрочное, Эдди Палмер возвращается в родной городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Он устраивается на работу с школьным уборщиком, а в это время его бабушка Вивиан начинает присматривать за Сэмом, маленьким соседским ребенком из неблагополучной семьи. Постепенно, сам того не желая, Палмер начинает принимать участие в заботе о ребенке и со временем у бывшего заключенного появляется настоящая цель в его, казалось бы, пустой жизни. Эй! Что? Тебе что, приключений на задницу мало, да? Палмер! Я не смогу оставить этого мальца. И я его не оставлю. Достойная лента. Экранизация одноименного романа индийского писателя «Белый тигр». Его событие разворачивается в 2010 году за неделю до визита китайского премьер-министра в Индию. Именно ему о своей необычной судьбе пишет Балрам, мужчина, родившийся в нищете в небольшой индийской деревушке. Однако, сообразительный парень принял верное решение устроиться водителем Кашоку, амбициозному человеку, только что вернувшемуся из США. Это решение стало началом головокружительной карьеры обычного слуги. Чем бы ты сам хотел заниматься? Я только хочу служить вам. Нет, ты не можешь на самом деле так думать. Я попал в ловушку. И не думай, что выиграешь в телевикторине миллионы и освободишься. Ты мой шофер! Основанная на реальных событиях лента «Мавританец» расскажет реальную историю Мохаммеда Слахи, который по обвинению американского правительства провел в заключении больше шести лет. Слахи подозревали в совершении теракта, но за все это время так и не предъявили официальных обвинений. Только спустя несколько лет Мохаммед получил право на адвокатскую помощь. В борьбе против правительства ему помогала юрист Нэнси Холландер, рискуя своей репутацией. После чего правда о Слахи начала просачиваться в СМИ. Я Нэнси Холландер. Это моя помощница. Хотим представлять вас в суде. Нам нужна только смертная казнь. Если что-то упустим, он выйдет на свободу. За работу! А вам не стыдно работать на это чудовище? Я защищаю не его, а верховенство права. Вы не видели то, что видел я. Сдержанная историческая повесть, основанная на реальных событиях, произошедших в 1939 году. Раскопки, поведа это, возможно, самой значительной археологической находке в истории Великобритании. Накануне Второй мировой войны, овдовевшая Эдит Претти, нанимает местного археолога-самоучку Байзила Брауна, чтобы тот взялся за раскопки больших курганов ее сельской местности. По мере того, как происходят археологические работы, становится понятно, что здесь скрыто нечто ценное, при этом между Брауном и Эдит проявляется симпатиям. Зачем кто-то закопал здесь корабль? Скорее всего, это могила воина или вождя. Это не все. Их здесь много. С первого отпечатка ладони на стене пещеры история никогда не прерывалась. Несколько наивная, но в то же время очень трогательная картина отцовство повествует о мужчине по имени Мэтт. У него есть хорошая перспективная работа, его любят друзья и коллеги, у него полно родственников, но главное есть любящая и горячо любимая жена, которая вот-вот родит и сделает его счастливым отцом. Однако жизнь бьет ключом, после родов жена умирает и мужчина оказывается один с маленькой дочерью. Он не был готов стать отцом-одиночкой, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребенке. Не отставай и не бойся. Ты вырубил клоуна! Он в порядке, Мэти? Вроде. Два поцелуя от мамы и от меня. Основанная на реальных событиях душевная жизнеутверждающая драма «Чудо в океане». Фильм расскажет реальную историю, произошедшую в Мексике в 2014 году. После урагана Адилия детский приют для мальчиков оказывается на грани выживания из-за больших долгов. Чтобы свести концы с концами, попечитель приюта и его ребята объединяются в команду с угрюмым капитаном и принимают участие в рыболовных соревнованиях с крупным призовым фондом. Более 125 профессиональных команд выиграть им поможет разве что чудо. У нас и не было шанса, но попытаться стоит. новая драма от Клинта Иствуда, где он, несмотря на свои девяносто с лишним лет, по-прежнему хорош. И как режиссер, и как актер. Мужские слезы. В центре истории старик по имени Майкл. В прошлом он был владельцем ранчо и бывалым ковбоем, но после смерти жены и сына впал в депрессию и стал заливать горе алкоголем. Однажды его босс предлагает ему работу вернуть его сына из Мексики, которого увезла бывшая жена. И Майкл неохотно, но соглашается. Это будет весьма опасное путешествие, ведь мать парня не намерена его отдавать. Его зовут Мачо, как меня. Очень сильный бойцовский петух. Без разницы. С ним что не так? Ничего. Я буду звать петуха-мачо. Так что все нормально. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok